С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем. 21 октября наша съемочная группа вместе с руководителями региона и главой Росприроднадзора вылетела на место разлива нефтепродуктов в реку Колва в районе Харьягинского месторождения. Сегодня все подробности. Новоселье откладывается. Почему в городе Нарьинмаре и поселке Искатели возводимые жилые дома не сдаются в эксплуатацию в сроки, предусмотренные контрактами, и какие меры будут предприняты органами власти? Цифровые сертификаты бесплатные или как получить профессию в сфере информационных технологий расскажем в этом выпуске. За минувшие сутки в Нинецком округе выявлено еще шесть новых случаев заболевания COVID-19 у жителей города Нарьинмара. Четверо пациентов с этим диагнозом выздоровели. Таким образом, лечение на сегодняшний день амбулаторные в стационаре Нинецкой окружной больницы получают 67 человек. Практически все заболевшие – жители города Нарьинмара, поселка Искатели и окружных сел. Рекордное количество человек находится на самоизоляции – 669. Серьезная на сегодняшний день складывается эпидемиологическая обстановка и в связи с распространением сезонного заболевания ОРВИ. Из-за превышения эпид-порога учебный процесс приостановлен в некоторых образовательных учреждениях региона. Вместе с тем продолжается прививочная кампания против гриппа. Вакцинировано уже более 12,5 тысяч человек, как взрослых, так и детей. Роспотребнадзор осуществляет мониторинг иммунизации населения. Глава региона, председатель окружного собрания депутатов и руководитель Росприроднадзора 21 октября спецбортом вылетели на место разлива нефти в районе реки Колва на территории Харьягинского месторождения. В рабочей поездке также приняли участие представители компании «Лукол» и природоохранных организаций. Оценить последствия чрезвычайной ситуации можно было уже из иллюминатора вертолета. Радужная пленка растянулась на поверхности воды на многие километры. Сама же нефть осела на берегах, в воновых заграждениях и была засыпана сорбентом. Сегодня мы совместно с руководителем Росприроднадзора, Светланой Геннадьевной Родионовой, представителями правоохранительных органов, прокуратуры, Следственного комитета, МЧС, облетели участок, где произошло происшествие. И поскольку тема экологических происшествий очень чувствительная, хотели своими глазами увидеть, какая территория загрязнена. Но более полную информацию мы дадим на пресс-конференции. Это будет буквально через два часа. Разлив нефти в районе Харьягинского месторождения произошел 17 октября. На сегодняшний день установлено, что утечка случилась в результате разгерметизации недействующего трубопровода диаметром 530 мм, который находится недалеко от реки Колва. Нефтесодержащая жидкость по ручью стекла в реку и произошло загрязнение. Аварийно-спасательные формирования предприятия «Лукоил Севернефтегаз» и специального аварийно-спасательного отряда «Природа» из города Усинска незамедлительно приступили к устранению последствий загрязнения. Губернатор Ненинского округа направил на место разлива оперативную межведомственную группу. Межведомственная рабочая группа вернулась. Мы провели оперативный штаб и по решению оперативного штаба ввели на этой территории режим ЧАЭС. Параллельно с этим компания-недропользователь проводила все мероприятия, необходимые для того, чтобы остановить утечку и приступила к ликвидации последствий, которые были нанесены территорией. С момента обнаружения утечки количество ликвидаторов впоследствии разлива увеличилось почти в пять раз. Сегодня на месте работает 190 человек. Они соорудили шесть рубежей боновых заграждений длиной около трёх километров и сорбирующих бонов также длиной три километра. Утечка устранена. Сооружён гидрозатвор в ручье, по которому нефть стекла в колву. Вывезена загрязнённая почва. Что касается готовности компании «Лукоил» к подобным вызовам, то здесь аттестованы почти две тысячи штатных спасателей. Аварийно-спасательные формирования обеспечены всеми необходимыми средствами. Мы очень тесно взаимодействуем с нашими коллегами по бизнесу. Здесь мы не конкурент, но мы партнёры. И на наше обращение коллеги с Транснефти, с Роснефти оказывают необходимую поддержку. На сегодняшний день между нами и компанией «Газпром» подписано соглашение о взаимодействии, оказании помощи по локализации ликвидации не только аварийных разливов нефти, но и по спасению людей. Поэтому помимо своих собственных сил и средств мы обладаем ещё и потенциалом, который нам могут оказать наши коллеги. В том, что сил и средств у недропользователя хватает и работы по устранению инцидента активно ведутся, убедились во время полёта над Колвой и участники рейда. Мы пролетели вниз по течению реки Колвы, увидели боновые заграждения, их шесть рубежей, увидели, что большое количество людей, используя сорбент, собирают эту нефть и, собственно, получили обратную связь от недропользователя, что сил и средств хватает для того, чтобы этот инцидент, это происшествие ликвидировать собственными силами. Представители компании «Лукойл» сообщили, что в течение календарной недели активная фаза работ по ликвидации последствий разлива будет завершена. Также в планах компании в течение месяца провести техническую рекультивацию земель, которые были подвержены загрязнению. Немаловажный вопрос, повлиял ли разлив нефтепродуктов на биоресурсы на загрязненных участках. Глава Росприроднодзора Светлана Родионова пояснила, что расчёт вреда аквакультуре, водным биоресурсам и почве будет осуществлён на основе лабораторных исследований Центра лабораторного анализа и технических измерений. Мы берём заполы ПОП, как положено. Сейчас мы концентрации видим. Эти концентрации не в тысячу раз, как это было в том самом Норильске, если мы будем на него ссылаться. Эти концентрации понятны. И задача наша сейчас вообще понять, пятое, шестое воновое заграждение мы вообще пока не рассматриваем в качестве работающего. Это некая такая перестраховка. Компания-то сделала, хорошо, что сделала. Есть у неё силы и средства, и, в общем-то, это её обязанность сделать максимально возможные вещи для того, чтобы даже радужная плёнка не попала дальше какого-то бона. Мы имеем с вами ледовое покрытие, мы имеем с вами шуга идёт, и мы понимаем, что боны держат её специфическим образом. Но мы не видим нефтепоявления по берегам на сегодняшний момент. То есть, мы не видим гибели никакого ни биоциноза, ни рыбной фауны. Согласился с главой Росприроднадзора и представитель Всемирного фонда дикой природы Алексей Книжников. Также эксперты в сфере природоохранной деятельности отмечают тот факт, что природе свойственно самоочищаться. Любой водный объект, он самоочищается в силу определённых причин природных и данных. И вот здесь микроагронизмы, которые там есть в Илах, там, в самой реке, они как раз и разрушают нефтепродукты. И вот здесь как раз и проверка должна дать оценку о загрязнённости и лов, о загрязнённости воды, возможность речки самоочиститься и как быстро. Как бы там ни было, но ответственность за загрязнение окружающей среды предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации. Размеры её будут зависеть от выводов экспертов. Для оценки масштабов необходимо использование не только экспертов, которые сидят за этим столом, но и экспертов, которые работают в лаборатории, которая привлекает Росприроднадзор. Эти эксперты уже работают. По регламенту компания после того, как соберёт весь грунт, она предъявит этим экспертам. И уже эксперты определят и масштаб утечки, и тот урон, который нанесён природе. В течение календарного месяца, начиная с сегодняшнего дня, мы предполагаем сдать все земли, которые были подвержены какому-либо загрязнению. В соответствии с той процедурой, которая установлена надзорным органом. Это первое. Второе. Действительно возбуждено уголовное дело по факту разлива. И процессуальные действия займут какой-то период времени, очевидно. И все эти действия, опросы и так дальше, это публичное действие. Я думаю, тот штаб, который создан и в нашей компании, и внутри центральном аппарате, и здесь, на уровне Севернефтегаза, территориально-производственного предприятия, и штаб, который создан руководством губернатора, они все будут владеть той исчерпывающей информацией, с которой можно делать те или иные выводы. Будут ли проведены внеплановые проверки в связи с инцидентом на нефтепроводах компаний-недропользователя? Этот вопрос также актуален. Такого рода инциденты, они всегда являются неким толчком для того, чтобы проверить техническое состояние вот этих систем. И полагаю, что такая проверка будет проведена и внутри компании. Но есть еще один надзорный орган, Ростехнадзор, который очень жестко контролирует все эти технические системы. И когда случаются такие инциденты, как правило, эти проверки, они усиливаются. Техническое состояние – это не наша полномочия. Трубопроводная сеть – межпромысловая, добычная, любая. То есть, какой бы потерянный. Но мы смотрим другие параметры. Но мы своих коллег сориентируем. Я больше чем уверена, что наши коллеги из соседнего ведомства осуществляют надзорные мероприятия в обоих исполнения поручений президента. Здесь либо были, либо будут. Это внеплановые проверки по поручению президента. И у нас есть перечень компаний, он вывешен на сайте, вы все их видите, в том числе и МКОМКОМИ, которая здесь поверяется. Есть соответствующие и надзорные органы, и технологические службы по компании. Мы проведем полное техническое и технологическое расследование этого события. Мы выпустим соответствующий внутренний документ компании, предполагающий провести полную дефектоскопию всех подобного рода трубопроводов, проходящих через любые водные преграды. Ручей, река, неважно что. Мы эту операцию повторим еще раз. Участники вылета на место происшествия и состоявшейся в Нинецком округе пресс-конференции для региональных и федеральных СМИ отметили открытость регионов в информировании населения о случившемся, как говорится, без купюр и большую заинтересованность органов власти в скорейшей ликвидации последствий разлива на территории округа. Мы понимаем, что все вопросы, которые касаются арктистской природы, они сейчас находятся не просто на слуху, они подвержены самому пристальному вниманию. И это очень хорошо, что здесь, когда мы говорим об объективной картине, здесь все заинтересованы лица. Информация, которая сегодня дадена, она максимально объективна. Главная цель моя, как губернатора, это отстаивать интересы округа и его жителей. А жители формируют мне запрос быть максимально открытым в части предоставления информации по этому инциденту. И на протяжении всех этих дней, начиная с субботнего вечера и по сей час, мы максимально открыто информируем всех жителей о том, что происходит в месте утечки нефти. Мы продолжаем следить за развитием событий. По данным на 22 октября на Колве установлено шесть рубежей боновых заграждений, распылено порядка 20 тонн сорбентов. На месте разгерметизации ликвидаторами собрано 72 кубических метра загрязненного грунта и более 33 кубов отработанного сорбента и нефтесодержащей жидкости. Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Депутаты окружного парламента совместно с представителями мэрии и счетной палаты провели совещание по итогам рабочей поездки на строящиеся многоквартирные дома в Нарьинмаре и поселке Искателей. В режиме видеоконференц-связи на вопросы парламентариев отвечали представители профильного департамента, руководители строительных компаний и централизованного стройзаказчика. Тему продолжит Александра Литкова. В этом году получить ключи от новых квартир должны были сотни семей. Но по разным причинам подрядчики не смогли вовремя завершить строительство нескольких многоквартирных домов. Это получается 291 квартира. 291 квартира. Для примера детей-сирот стоит 173, по-моему. Да и сегодня говорить о том, что вот мы даже могли бы обеспечить все детей-сирот, да, у нас выступал недавно прокурор здесь и говорил о том, что вот не исполняются указы президента и еще что-то. А как мы будем исполнять, если мы даже не можем подряд? Мы дали денег, да, для того, чтобы вот выполнять все эти указы президента, помогать этим сиротам. Ну, а в результате вот не получаем мы ничего. Напомню, на сегодняшний день в Нарьянмарии поселке Искателей строится более 10 многоквартирных домов. Согласно госконтрактам, все они должны были быть введены в эксплуатацию осенью этого года. В связи с этим окружные парламентарии в очередной раз заострили внимание на проверке добросовестности подрядчиков перед заключением контрактов. Вот если посмотреть график, то идет оно снижение из года в год. 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й. Кто-нибудь попытался анализировать, почему наши строители не выполняют свои контракты. Вот, и ответить на этот вопрос. Почему тогда сдавали до 40 тысяч, вот как было сказано, и почему сейчас даже 18 тысяч квадратных метров везти не можем? Почему тогда финансировали 30%, сегодня при финансировании 70% везти не можем? Может, мы подбираем не тех подрядчиков? Одно из решений, которое прозвучало на заседании, предполагает возврат к практике приобретения жилья в результате торгов. По мнению депутатов, применение 44-го федерального закона в наших условиях более эффективно, чем контрактные закупки. Кроме того, парламентарии считают, что нужно ускорить процесс передачи квартир жильцам. Возникает много вопросов между органами власти округа, города. У нас есть некоторый промежуток, который необходимо ускорить. Поэтому мы рекомендации дали о том, чтобы был проработан четкий алгоритм по передаче объектов, и чтобы быстрее жители наши получали. То есть, вот как взять по Первомайску, он уже полгода стоит и до сих пор не сдан. Это неправильно. Как заверили руководители строительных организаций в ходе видеоконференц-связи, часть квартир до конца года все-таки будет передана новоселам. Последние проверки сейчас проходят, реализационные действия заканчиваются. Я думаю, что на следующей неделе, ну, по крайней мере, планируем, начать выдачу ключей по первым 28-м квартирам, которые у нас в шестой секции сданы. А седьмая секция в высокой степени готовности. Я думаю, что тоже в ближайшее время мы увидим результат. Подводя итоги заседания, депутаты рекомендовали составить поэтапный план производства работ по каждому объекту и рассмотреть возможность изменить подходы к строительству жилья в округе для снижения риска затягивания сроков строительства. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Цифровизация внедряется во все сферы нашей жизни. В последние годы привычный труд заменяется информационными алгоритмами и робототехникой. Появляются новые профессии. А вместе с ними и кадровый запрос. У жителей Ненецкого округа есть возможность пройти базовое обучение новым специальностям бесплатно. Достаточно просто иметь желание получить знания из мира компьютерных технологий. Ненецкий округ стал одним из 48 пилотных регионов страны, где любой желающий может повысить свою квалификацию по 22-м востребованным в цифровой экономике направлениям. И для этого не нужно быть специалистом в выбранной сфере. Занятия рассчитаны на то, чтобы погрузиться в ее специфику и решить, хочет ли человек изучать специальность дальше или нет. Длительность такого обучения составляет от 72 академических часов в дистанционном или электронном формате. Есть достаточно сложные, причудливые отрасли. Это квантовое программирование, еще какие-то. Но есть и такие достаточно жизненные ситуации. Это, например, цифровой дизайн и медиа, беспроводные сети, даже кибербезопасность. На кибербезопасности я бы очень хотел отдельно остановиться, потому что сами знаете, как у нас сейчас с киберпреступностью, с всеми этими мнимыми колл-центрами, фальшивыми сайтами и прочими делами. Персональные цифровые сертификаты – это государственная система стимулирующих выплат для формирования и развития у трудоспособного населения компетенции цифровой экономики. Пройти обучение может совершеннолетний житель Ненецкого округа, имеющий диплом о высшем или среднем профессиональном образовании, совершенно бесплатно. Узнать всю необходимую информацию и познакомиться со списком направлений можно на сайте цифровойсертификат.рф. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Такова информационная картина этого дня. Далее смотрите прогноз погоды.